Как вы думаете, как влияет на ваши способности получить лучшую работу, отношения, окружение и в целом лучшую жизнь, то, насколько вы являетесь притягательным, обаятельным и харизматичным? Если вы не живете отшельником в лесу, ваши цели, скорее всего, сильно связаны с другими людьми. Представьте, что у вас есть все то, о чем вы мечтаете, но вы последний человек на земле. Много ли тогда удовольствия вам все это принесет, если не будет тех людей, с кем вы могли бы это разделить? Не только то, насколько эффективно мы достигаем цели, но и напрямую наше счастье сильно связано с тем, как мы общаемся и какие отношения создаем. Представьте, какие выгоды способны вам принести навыки общения и харизма. В то же время, не развивая эти способности, вы можете сталкиваться с тем, что люди не воспринимают вас так, как вы хотите. Не обращают внимания или возникают трудности в общении, вроде стеснения, сложности поддержать интересный диалог и многих других нюансов, с которыми вы бы не хотели сталкиваться. В этом видео мы разберем три значимых ошибки, которые способны начисто блокировать вашу харизму. Поняв и исправив их, вы сможете стать привлекательными для людей, а значит получать в этом мире больше того, что вы действительно хотите. Первое, что может убивать вашу харизму – плохое фоновое настроение и негативный настрой. У меня есть крайне харизматичный друг. Почти все, с кем он общается, хотят с ним подружиться. Он действительно очень общительный и притягательный. Но однажды произошло то, что буквально парализовало его харизму. Он впал в негативное состояние из расставания с девушкой, которую любил. На некоторое время его волшебная аура харизмы просто растворилась. Депрессивное состояние убийственно для харизмы. Но чтобы ваша харизма значительно пострадала, не обязательно впадать в депрессию. Достаточно лишь просто плохого фонового настроения. Знаете такие периоды, когда не то чтобы состояние прям сильно плохое, но и радости от жизни немного. Такое, сносное. Многие люди живут в таком состоянии годами. Это в принципе важный фактор, влияющий на радость от жизни. Но сейчас мы говорим об этом с позицией харизмы и влияния на других людей. Всем нам нравятся люди, изучающие позитив, а не уныние. Уместный позитив харизматичен отчасти потому, что ваше состояние способно передаваться тем людям, с которыми вы общаетесь. Да, в этом мире у каждого есть свои проблемы. Жизнь может быть трудна. И тем ценнее островки позитива и радости. Никто не хочет быть в подавленном состоянии, никто не хочет погружаться в негатив. Нытье, жалобы, такой вид, что вот жизнь явно не удалась. Это не харизматично. Люди, способные радоваться жизни, могут заряжать нас этой энергетикой. И это делает их более притягательными. Это тем важнее, чем меньше вы знакомы с человеком. Если у вашего друга плохое настроение, вы, вероятно, захотите его поддержать и помочь. На эмоциональном уровне это не уронит его ценности в ваших глазах. Но не совсем так мы воспринимаем мало знакомых людей. Это связано с теми инвестициями времени и эмоций, которые имеются в случае с нашими друзьями, но которых нет в случае с малознакомыми людьми. Способность пребывать в хорошем состоянии делает вас харизматичнее еще и потому, что, во-первых, пребывая в плохом, вы, вероятно, в принципе, меньше хотите общаться с людьми. А во-вторых, делать вы это будете хуже. Ваши возможности быть харизматичным снижаются, когда вы находитесь в негативном состоянии. Эта тема заслуживает отдельного видео. Но вот пара важных моментов. Во-первых, возьмите ответственность за свое состояние на себя. Это не просто то, что случается с вами. Вы можете на него влиять. Во-вторых, причины нашего состояния – это не сколько объективная действительность, сколько наши интерпретации и описания внутри нашей же головы. Поэтому вместо того, чтобы верить в ту иллюзию, которая нас расстраивает, стоит выбрать описание, которое позволит решить проблему с большей эффективностью и позволит чувствовать себя лучше. Как-то раз я потерял довольно крупную для себя сумму денег на фондовом рынке. Меня это расстроило. И я подумал так, в моменте я уже не могу повлиять на эту ситуацию, но теперь еще у меня настроение ужасное. Что я могу с этим сделать? Я задал себе вопрос. Каким человеком я хотел бы быть в этой ситуации? Я хотел бы быть тем человеком, который унывает, грустит и сокрушается в результате этой потери? Однозначно нет. Я хотел бы быть тем человеком, который, несмотря на эту потерю, может чувствовать себя хорошо и может с легкостью относиться к подобным ситуациям. Прекрасно. А заплатил бы я такую сумму денег за тренинг, который сделает меня такой лучшей версией себя? Пожалуй, да. Прекрасно. Тогда я могу считать, что этот тренинг состоялся только что. Такой образ мышления изменил мое настроение на противоположное буквально за 20 минут. Я не говорю, что вы должны мыслить именно так. Но это пример того, как мы можем выбрать другой смысл. Подкрутить описание реальности для того, чтобы изменить свое состояние на более эффективное и положительное. Вторая значимая ошибка, которая способна блокировать вашу харизму – стеснительность. Интересно, что с позиции средневековья мы все довольно богаты. Подумайте, только если у вас технически есть возможность смотреть это видео, у вас уже во многом есть больше, чем у королей в былые времена. Вот только если у вас меньше, чем у других людей вокруг, вы, вероятно, не будете этому довольны. Все дело в статусе. Эволюционно мы запрограммированы сравнивать себя с другими людьми. В наше время статус отражают социальные сети, точнее популярность в социальных сетях. Дорогие вещи, знакомство со статусными людьми. И как всегда прежде статус отражается в нашем поведении. Причем поведение воспринимается на инстинктивном уровне. Подумайте, что стеснительность говорит о вас на более глубоком уровне? Вероятно то, что вам важны оценки других людей, вы беспокоитесь о том, чтобы не получить осуждение, и потому предпочитаете быть менее заметным и действовать нерискованно. И как вы думаете, о каком статусе это сигнализирует для наших инстинктивных программ? Ваш действительный статус может быть совершенно другим, но от этого стеснительное поведение харизматичным не становится. Мы сейчас не будем обсуждать, как стать уверенным на более глубоком уровне, потому что на эту тему есть видео на канале. Но вот несколько типичных ошибок во внешнем проявлении, которые очень важно исправить. Первое. Это тихий голос. Второе. Бегающий взгляд. Третье. Зажатость в теле. И четвертое. Плохая осанка. Первое. Тихий голос. Забавно, но люди, которые говорят слишком тихо, как правило, сами этого не замечают. И уж тем более, они связывают это со своей неуверенностью. Я видел это множество раз. Иногда это действительно просто привычка, но, как правило, это зажатость от неуверенности. И это очень заметно. Как проверить? Встаньте посреди оживленной улицы и громко закричите. Если вам удалось это сделать и ваш голос не зажался, то прекрасно. У вас, скорее всего, все хорошо. Но, если вы подумали о том, что нормально, люди так не делают, это как-то странно и ненормально, я просто не буду этого делать. Или вы попытались это сделать, но у вас был очень зажатый голос. То, поздравляю, вы теперь знаете, в каком направлении действительно стоит работать, чтобы стать увереннее. Вам не обязательно проходить этот тест, если время от времени вы испытываете стеснение. Это говорит о том, что вам, скорее всего, стоит быть громче. И не нужно кричать в общении и быть неадекватным человеком. Нет, вам нужно просто говорить значительно громче, чем вы привыкли это делать. Второе. Бегающий взгляд. Люди, которые не могут прямым взглядом смотреть нам в глаза, выглядят неуверенно и не вызывают нашего доверия. Поэтому очень важно смотреть в глаза, особенно в те моменты, когда мы внимательно слушаем, либо говорим что-то значимое. Если вы время от времени чувствуете, что вам неловко смотреть в глаза незнакомым людям, вам стоит в качестве упражнения в течение какого-то времени смотреть незнакомым людям в глаза. Это не то, как вам стоит жить, это именно упражнение. Порой палку нужно выгнать в обратную сторону, чтобы в итоге она стала прямой. Третье. Зажатость в теле. Это не о том, что открытые позы хорошо, а закрытые плохо. Это именно о том, что если вы выглядите зажатым, это очень сильный сигнал на инстинктивном уровне о низком статусе. Потому что люди, которые чувствуют себя не в безопасности или им некомфортно, они начинают зажиматься. Вы можете даже по себе заметить это автоматические реакции нашего тела. Чтобы исправить это, вам стоит замечать, что происходит с вашим телом. И в каждый момент, когда вы хотите зажаться, вам стоит делать противоположное. Четвертое. Осанка. Вспомните те моменты, когда вы чувствовали себя сильно уставшим или подавленным. В такие моменты часто наша осанка портится и нам хочется опустить голову вниз. Хотя, как правило, мы этого не замечаем. И наоборот, в те моменты, когда мы чувствовали себя победителем, в результате каких-то успехов мы были на высоте, наша осанка распрямлялась и мы хотели поднять голову вверх. Это очень мощный сигнал для окружающих. И если у вас есть проблемы с осанкой, то не стоит закрывать на ней глаза. Чтобы избавиться от стеснительности, начните позволять себе больше, чем вы привыкли. Будьте заметнее, громче, общительнее. Заступайте за привычные вам рамки. Те внешние признаки, о которых я сказал, возьмите их под контроль. Скажите себе, я решаю быть уверенным человеком и я буду вести себя как уверенный человек. Это не произойдет в один миг, но однажды вы осознаете, что вы действительно им стали. Третья значимая ошибка, которая может блокировать вашу харизму. Не испытывать интерес к людям и к общению с ними. Все, к чему мы испытываем интерес, у нас получается намного лучше. Я довольно давно обучаю ораторскому искусству и, в частности, помогаю раскрыть людям харизму. И не раз замечал, что у людей, у кого харизма проявлена довольно слабо, есть общая черта в виде отсутствия интереса к людям и к общению с ними. Это не значит, что только это блокирует харизму и нет других причин. Но в то же время у харизматиков очень часто присутствует противоположное. Им нравится общаться, им нравятся люди, познавать их и они получают удовольствие от общения. Харизма во многом может быть образом, в каком-то смысле мифом. Многие известные и харизматичные люди могли бы оказаться не столь харизматичны при личном общении. Например, многие знакомые Стива Джобса отзывались о нем, как не о самом приятном человеке в близком общении. Но, безусловно, как о харизматичном лидере, имеющем видение о том, каким может быть мир. Сейчас же мы говорим о харизме, которая проявляется в моменте с конкретным человеком. Если общение с ним вам неинтересно, у вас может просто не быть внутренних причин проявляться харизматично. У меня есть приятель, который при общении с красивой девушкой всегда блистает своей харизмой на максимум. Он действительно довольно притягательный в эти моменты. Но во многие другие моменты это самый обычный человек. У вас должны быть внутренние причины. Если вам в целом люди интересны, вам интересно познавать их, вам нравится получать удовольствие от общения, это значимый фактор, который позволит вам быть более харизматичным в целом. Но что значит иметь интерес? На внешнем уровне это означает, что вы внимательно слушаете собеседника, интересуетесь им, не воспринимаете его как какую-то функцию, которую он выполняет в этот момент в вашей жизни. На внутреннем более глубоком уровне вы воспринимаете каждого человека как особенного в чем-то. В каждом человеке есть что-то особенное. И тот момент общения, что складывается сейчас здесь между вами, он тоже особенный. Это то, какими глазами вы можете посмотреть на других людей и на общение с ними. Вы можете подумать, что для того, чтобы испытывать удовольствие от общения, нужно быть экстравертом. Но это вовсе не обязательно. Смотрите, я, к примеру, интроверт. Некоторые люди относятся к подобной информации с недоверием. Они такие типа, ты интроверт? Да ладно. Но это правда так. Просто люди часто путают интровертность и социофобию. Быть интровертом вовсе не означает быть абсолютно зажатым и совершенно необщительным человеком. А у меня нравится быть наедине с собой. Мне нравится также общение с другими людьми. Когда-то у меня была только одна опция. Быть наедине с собой. Потому что пока я не начал развивать свои социальные навыки, мне не нравилось общаться с людьми. Очень часто стеснительность, как и отсутствие удовольствия в общении, связано именно со слабо развитыми социальными навыками. Поначалу мне было довольно трудно выходить из своей скорлупы. Но шаг за шагом я осознавал, что этот мир наполнен другими людьми и нашими отношениями с ними. Попробуйте посмотреть на других людей с интересом. Изучить то, как они воспринимают мир, не осуждая их взгляды и убеждения. Попробуйте найти для себя удовольствие в общении с людьми. Перестаньте говорить себе, что вы интроверт и вы необщительный человек. Если вы скажете себе обратно, что вы харизматичный, общительный, уверенный в себе, это само по себе будет обладать силой и со временем это станет правдой. Научившись получать удовольствие от общения с людьми, вы станете харизматичнее и притягательнее. Позитивное фоновое состояние, уверенное поведение, интерес к миру и к людям – все это качества, присущие харизматикам. В начале этого видео я пообещал рассказать о трех значимых ошибках, которые блокируют харизму. Их, конечно же, больше. И к концу видео я хотел бы упомянуть еще об одной такой проблеме – это косноязычие. Если вам трудно сформулировать свои мысли, у вас множество слов-паразитов, моментов, когда вы не знаете, что сказать, какое-то тугодумие, маленький словарный запас, эти проблемы, особенно будучи сильно выраженными, могут начисто убивать вашу харизму. Вы едва ли можете вспомнить харизматичных людей, которые были бы при этом косноязычны. Более того, люди часто связывают косноязычие с невысоким уровнем интеллекта. На тему красноречия, что является противоположностью косноязычия, есть многие другие видео на этом канале, которые я рекомендую вам посмотреть. Друзья, я читаю все комментарии на канале и буду очень рад, если вы поделитесь своими наблюдениями. Какие качества и проявления вы замечали в себе или в других людях, которые делали их более харизматичными, либо наоборот нехаризматичными? Пишите в своих наблюдениях в комментарии. На этом же я с вами прощаюсь и надеюсь увидимся в других видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok